У меня же погоняло даже дракона. Трех лав. Фотографии, одни драконы везде. Трех лав. Медр, змеи. Такое натуральное. И вот как бы они сразу прям сели и уехали. Сели и уехали. Я говорю, а зачем эта церковь? Ну, слушай. Они в безопасность же устраивались. Говорит, там. Никакой службы безопасности. Так хотели проверить. Я говорю, ну ладно, будем считать, что вы мне ответили. Хотели проверить. Езжайте. С миром отсюда. С Севастополя к себе. Там, где вы живете. Они готовы поехать? Да, идут. Там сразу видно. То есть, если бы они бы их там замучили по морально-психологической войной, это значит, нас затирали просто. Понятно, да? Вот как выбираются критерии, как вам нужно экспертов выбирать, как к партнерам подходить. Да? То есть, понятно, когда мы имеем там фирму «Паркер», понятно, она поставит товар. То есть, слишком большой грант на рынке, чтобы товар не поставить. Это реально. А когда вот вам нужно что-то выбрать, эксперта какого-нибудь, с кем-то посоветоваться и так далее, то лучше руководствоваться такими вот критериями, а не грантами, не брендом, ни в коем случае. Адвоката надо посоветовать, кого-то еще надо посоветовать, врача. Да? То есть, как вот тех, кто может вам показать, там, или оказать потуслу, лучше отойти вот таким вот будем. Ну, я, в общем-то, ответил на вопрос. Раскрыл вопрос? Сегодня тот, как раз ты. Хорошо. Давайте в стадию интервью переходить. Так, что ты скажешь по поводу нашей своей личной занятии? Ну, вообще, очень интересно. Ну, то есть, я... Эта схема может, да, схема может быть применена где угодно. Просто вот сам подход принципиально. То есть, вы можете и к соискателям технологии, и к соискателям работы, там, где будете работать, ну, применять эту систему, и к клиентам, которые извне. С кем имеете дело, он понимает. Жень, что скажешь ты? Ну, что надо изучать и осваивать все уровни работы по безопасности. Ксюша, ты же у нас инициатор лекции, вот, скажи. Ну, спасибо, все понятно. Да? Ясну. Ну, наконец-то, да. Нет, она у меня последнее время понятлива. Она у меня три дня у меня понятлива. Она у меня до этого была медная, сейчас она понятлива стала. Она у меня прямо растопила почти. Мирик, что ты скажешь? Мирик, я думаю, можно сразу оценить, как по человеку. Это не то есть, что надо ее нажать и... И себя оценить, где лучше, куда. С их пригодим, можно так сказать, не линия, но сразу же. Да, будет, вот уже говорю, ребята, автоматы, автоматы будут тянуть до зоны психологического комфорта человека. Вы можете просто взять человека, который вас дотянет до желтого уровня. Просто дотянет до желтого уровня. Просто потому, что он, вот, ему психологически комфортнее работает до желтого уровня. И у вас будут дни стрелки. До 12 часов дня и после 12 часов дня. Это логисинская краска. То есть, надо держать на цепи, как бы, и выпускать только до желтого уровня. Да, вот помните, как «выпускайте берлаку». Запускайте берлаку. Что ты расскажешь? Ну, я скажу, что вот чем больше информации, тем больше как-то понимаешь вообще вариантов, как вообще себя вести. Ну, я пытаюсь вам тут дать так комплексно. Да, и каждая информация, даже нельзя сказать, что-то лучше, что-то нужнее, что-то, вот, настолько открывает видение этого вот мира, с другой стороны, что спасибо очень. Настя, что скажешь? Ну, во-первых, очень интересно. Мне всегда интересуются правильные вопросы задать, которые можно. То есть, я сама там себя подбирала, но они такие корявенькие оказались, понятное дело. А эти такие очень исчерпывающие. Ну, что касается уровней, ну, будем... Нет, схема работает, то, что я показал. Да. То есть, вот вы оцениваете, схема работает, то, что я сказал. Да, то есть, вы должны знать в работе, в жизни, что человек по психотипу будет до уровня психологического комфорта оттянуть ситуацию. Извините, я вот по себе так вот прислушиваюсь внутри, просто, да, сейчас на самом деле. Нет, ну, понятно. А что, отмотала назад все свои ситуации, ну, а так же ведь и есть. Да. Спонтанные сценарии. Веснее. Да, что спонтанно, что мне скучно, когда вот там вот все хорошо. Я начинаю, что-то так потихоньку взвинчивать, действительно выложу все это на такую стату и там вот разворачиваюсь в полную силу. Да, и тут красный режим, на встречный, да-да-да. Вот это, я же просто говорю, очень интересный вариант, я могу рассказать как бы историю еще вот в заключении лекции могу рассказать историю про Севастополь. Все это бандитские времена в свое время в Севастополе. Было ряд лиц, ряд лиц, они не принадлежали никакой группировке, но они красного уровня эти люди, да. Вот в бандитах группировках, они были все желтого уровня, и вот никто с ними ничего сделать не мог, понимая, кто с этими людьми. То есть это была ситуация, когда вроде там люди, которые как бы стояли здесь в городе, ну там поданек и так далее, суперлюди, послали своих людей с ними разбираться, те приехали на восьмию машину, восьмию машину и стали просто возле капотов, как бы вот так. И когда это обезьянья Рой с двух микроавтобусов вывалился, они вообще никак не отреагировали. То есть чем повергли все в жуткий шок. Те разговаривать с ними пришли, а тех убивать пришли. Поэтому они когда увидели глаза, увидели этих людей, они как раз красного уровня. Это разведывательная диверсионная группа, бригада морской пехоты, как мы в Севастопольске, они только отслужили, и командир их ушел в отставку. И они все не местные, все до одного прибалта, из Прибалтики. Когда набирали союз жидов, они все прибалтами были, до одного. Все вооруженные, до судьбовка. Ну разведгруппа, сыгранная, за два года разведгруппа, которая на всех учениях Черноморского флота участвовала. Понимаете, да? И тут приехала эта пасота с тебе разговаривать. И уперлась вот в такое непонимание полное. В полное непонимание. Потому что им говорят, да, они не бандиты, они не феи, не этого сленга, не знают, им все равно. То есть, если бы командир сказал ФАС, то их порвали бы прямо на этой площади. Всех бы просто. Там бы ни одного живых не осталось. Они бы голыми руками в ножи взяли просто, как в разведке. Просто в ножи бы взяли. Одними ножами бы убили. Просто всех бы положили там. Поэтому они просто остановились, вот как стена. За три метра до них. Те стоят, ну не увидели. Во-первых, те на двух микроавтобусах банда приехала с бейсбольными видами. А эти, каждый на собственном автомобиле, когда, тем более, в те времена, японский автомобиль, хорошего класса. А там же, значит, смысл в чем был? Там некая женщина потеряла мужа. А муж оставил большой бизнес. Ну, в индийские времена, влюбили его, я уже не помню, что-то произошло в те времена. И она искала защиты, кто. А этот мужик, вот этот командир их, капитан, он разведчик, он с ней на одной речной клетке. Живет в доме. На стариках. В Севастополе. И она же, как бы, вот эта заплаканная вся, а он же, вот этот джентльмен в форме, выходит, как бы, в морпеховское, на службу ехать. А да, на грудь ему, давай плакаем, что случилось? Ну, муж же погиб, вот под нить забираю бизнес, заберу то, все заберу, дочка без образования, без денег. В магазинах было что-то, около 30 магазинов по Крыму. Притом разных. От зерна, знаете, продуктов питания, там, у крупа до этих... Парфюмерий. Парфюмерий, да. Все, торговля вся, полностью одна торговля. То есть у человека была тогда, в те времена. Ну, представьте, если сухоневдение было, если она им купила сразу каждому по машине, по квартире в Севастополе. Вооружила до зубов полностью. Так смысл в чем, что они забрали весь капитал из Севастополя, ее, ее детей и увезли в Прибалтику. Когда вот открылся вот этот евромост, они все уехали в Прибалтику с самолетом. Все продали здесь, все сдали, все деньги собрали, и всей этой толпой, вот 8 плюс 9 командир группы, она, две дочки, увезли их вместе с деньгами в Прибалтику. И я вот разговаривал с ним, Мося встретил недавно, он говорит, да, отлично они там все чувствуют в Прибалтике. Так же они ее охраняют, эти Мося, как будто, спецназ, как бы ее охраняют по сей деньгами. Она занимается бизнесом, у нее там два казино, что-то, или два ресторана, что-то там, то, вот они ее как охраняли, так охраняли, машины, они все здесь продали, и там все купили, приехали в Прибалтику. Как она их наняла тогда, они четко выполняли свои обязанности, то есть каждый контролировал там сколько-то магазинов, как бы, с точки зрения безопасности. И все это они распределили Крым, у него по всему Крыму, в Ялте, везде было, по всему Крыму распределились вот эти 8 человек, и все это они на колесах, радиостанции, пистолеты на поясе, и все, никто с ними, никто, справиться с этой восьмеркой не мог. Вот он говорит, люди красного, а те все же, и вот ничего не могли с ними сделать, вот это тоже еще одно доказательство того, как работает этот градиент. А они красного никому не лезли, ну сами, то есть смысл в чем, они же не бандиты, они охрана, то есть они долгов не получали, ну если не со своих магазинов, да, на стрелки не ездили, ни с кем не общались, что их и заметить-то сложно, то есть конфликтов-то не было никаких, по причине этого. То есть, когда в магазины приезжали, вы их не туда не появлялись, сразу же, через секунду, понимаете, вот как показывают, и сразу же все уезжали. Молва сразу по Крыму пошла, бешеная бригада, да, ну их нахрен, да. Не, ну не просто пару показательных выступлений там в Валушке устроили, да, там приехали люди, но рано или поздно, что кто-то ж на зуб хочет попробовать, вы же понимаете. Ну попробовали, так попробовали, это повыносили полуресторана вынесли, вдвоем, двое было, а тех человек 12 было, и вдвоем поломали 12 человек, кайватал. Потом они, она им спортзал сняла, они с утра доверены, у них там целая, ну армия. В 9 тренировка до 11, в 11 сауна, бассейн, потом, то есть смены 4 на 4, как бы, то есть те с женами, а девчонок все севастопольских, как бы, понаходились, женились все, они же с семьями все уехали туда, в Кривалт. Севастопольские девчонок все подходили, такая вот была, была такая группа, и мало они знают, ну я просто очень в близких отношениях по сей день с одним из них, то есть у меня их друг там, среди них судья посьми. По причине мы там столкнулись по одному делу и подружились, и подружились, то есть я же не баран, а он тоже умный, как бы, человек, поэтому мы сели за стол, выпили пиво, выпили пиво, поели, как бы, разговорились, все разобрались, руки пожали и начали дружить. И я помогал ему много, так как он немного знал в Севастополе, поэтому у него появился еще друг такой, который знает многое по Крыму, работал тогда еще, так сказать, у них еще один эшелон обороны появился, то есть я еще мог предупредить просто о каких-то там мероприятиях, касающихся бандитизма какого-то, я же в силу своей специфики работы вынужден был всегда общаться и с бандитами, и с милицией и так далее, и тому подобное. Ну, работа такая, как будто ничего не сделаешь, мне ни с одним, ни с другими удовольствием общаться нет никакого, то есть что тех, что тех, так сказать, я бы собрал в один мешок, как бы, и бросил бы в морду, ну, с фиолетовым. Да, то есть и те, и те, друг друга стоят, с них станет, как бы, со всех, да, ну, пока они есть, ничего нет, есть, то есть, наша задача, что профессионально выполняют свой долг, как бы, а не, так сказать, сетовать на милицию, условия государства, там, и так далее, и так далее, ну, вот, как бы, задача, причем, понятно, да? Все, конец лес.